Часто люди спрашивают, что же делать с негативом, который они чувствуют и который им мешает. Здесь хочется провести небольшую аналогию и объяснить в образах. Маленькому росточку ему очень мешают сорняки, которые возле него растут. Они собирают его питание, и ему не хватает жизненных сил для того, чтобы вырасти, окрепнуть. И поэтому этому росточку нужна помощь. Нужно пропалывать землю, убирать сорняки, поливать маленький росточек и давать ему какое-то питание, чтобы он вырастал сильным. Это такая своеобразная проверка жизнеспособности семени, когда семя прорастает и когда оно начинает расти, укрепляться. Если оно не укрепляется изнутри, то оно погибает. И здесь никакая прополка и удаление всех мешающих внешних факторов, оно не поможет, если он изнутри не укрепляется. То же самое можно сказать и про человека. Постоянное очищение, оно не поможет, если у вас отсутствует внутренняя работа над собой и если вы не укрепляете свой внутренний стержень. Большому дереву, крепкому, ему не мешают сорняки, которые вокруг него растут. И именно к этому нужно стремиться, к укреплению, к росту, чтобы понять, какое вы дерево, где вы растете, для чего вы растете. Укреплять свои корни, питать себя, чтобы не обращать внимания на те сорняки, которые растут вокруг вас. Не нужно их всегда выдергивать. Это только первая ступень. Чтобы немножко подняться и укрепиться, нужно направить своё внимание внутрь. Я, как практик, который работает с энергиями и с очищением, я могу помочь окрепнуть. Я могу убирать вот эти сорняки, которые вам мешают. Но ваш фокус внимания не должен направляться на них, потому что своим вниманием вы их подпитываете. Нужно подпитывать свою внутреннюю силу, стараться чувствовать себя и укреплять себя. А не питать своим вниманием вот эти сорняки, которые вокруг вас. Продолжение следует...